в частности ее ведет в основном это Биометанная Ассоциация Украины и Госэнергоэффективность с тем, чтобы вопросы биометана именно его законить сделать его документально создать как это в других странах реестр производителей создать систему гарантии происхождения, сертификатов и так далее и конечно же все это будет базироваться на том, что кто-то должен это вот уже появился первый вопрос сейчас его задам кто-то должен отслеживать и ввести этот регистр который будет допустим создан который сейчас готовится изменения к законам и так далее как по вашему какая организация на ваш взгляд лучше всего подошла бы для того, чтобы именно оперировать с этими данными сколько кто поставляет в сеть аудит этих организаций отслеживание объемов и так далее вот ваше мнение ну во-первых я хочу отдать должное биоэнергетической ассоциации Георгию Георгиевичу Гебетухе и его команде потому что это действительно люди которые такие стойкие они уже очень много лет формируют этот рынок содействуют ему и нам очень приятно с ними сотрудничать мы подписали меморандум с этой ассоциацией и я надеюсь мы уже там тоже становимся их членами либо уже стали там какие-то формальности еще улаживаются ну то есть мы подали заявку мы тоже будем членами биоэнергетической ассоциации а значит мы в курсе той деятельности, которую она ведет и оператор ГТС имеет честь приобщиться к этой работе по проекту изменений в законодательство касательно, ну я это называю легализации биометана то есть появится дефиниция биометан который не существовал раньше и появится какой-то интерфейс взаимодействия между всеми стейкхолдерами и что касается кто должен вести реестр меня эта тема тревожит скажем так по-доброму то есть наверное это должна быть какая-то не заинтересованная ну ни в чем сторона то есть это должна быть третья сторона какая-то возможно госэнергоэффективности должно здесь взять на себя часть этой технической скажем так работы такой работы мониторинговой создать какую-то функцию которая уже будет скажем не только формировать политику а ее еще и воплощать касательно вот такого чистого развития декарбонизации то есть я сторонник того чтобы это была третья сторона не заинтересованная в ну скажем в материальных финансовых потоках да но эта сторона она должна иметь технические возможности отслеживать сети перемещения ну подачу в сети я вам скажу как есть сейчас мы как бы участвуем с точки зрения как бы компетенции оператора в подготовке этой документации мы смотрим какова будет наша роль какие будут наши обязательства и функции чтобы мы могли с ними справиться и содействовать рынку декарбонизации нашей энергетики и способствовать тому чтобы возникли эти экспортные возможности у производителей а у государства возможно зарабатывать мы изучаем что делают наши коллеги Чехия сейчас недавно мы общались Дания будет то есть мы на самом то деле примеров не так-то много как хотелось бы то есть это тоже ну отрасль она лишь на этапе становления как ну опять же вы меня поправьте но французы там только создали карту вот эту перспективных точек присоединения датчане да они прошли я так понимаю достаточно далеко в этом направлении вот чехи сказали что вообще первый завод по биометану у них подключился к сетям газовым вот в этом ну в двадцатом году то есть мы говорим о таком на этих прецедентном праве вот где-то кто-то сделал поэтому сейчас мы в стадии такого активного формирования нашей позиции то есть чтобы не ошибиться не взять на себя то что мы не можем выполнить с одной стороны а с другой стороны чтобы не допустить асимметрии на этом рынке потому что мы все понимаем ну есть обеспокоенности они нормальные чтобы тот кто производит либо заявляет себя как производитель чистого энергоносителя не стал ну как бы точкой там проблемы да с махинациями мы понимаем что очень сложно отличить биометан от природного газа и вот этот момент он должен быть отрегулирован я пока вам не могу сказать каким образом наверное аудитором да его его печатью какой-то а вот технически возможности что касается реестра я все-таки за третью сторону я тоже за третью сторону просто сможет ли технически эта третья сторона иметь доступ ко всем этим узлам учета если вот у третьей стороны если она независимая да возможности именно вести постоянный мониторинг этих потоков которые будет подаваться и отбираться а должна ли быть это онлайн я не знаю это что должен быть онлайн мониторится каждый кубометр а объем это могут быть в моем понимании это могут быть какие-то ну не знаю акты приема передачи да которые имеют какую-то там итерацию нет я не знаю как сейчас происходит мониторинг вот допустим поступает транзитный газ в украину ну во первых он конечно проходит там и хроматографию и так далее его состав там но идет же непрерывный процесс или ошибаюсь ну конечно но мне кажется что здесь же сущность состоит не физики в конце концов а в подтверждение его происхождения именно эта функция как бы искомая правильно или я не ну я не претендую тут на истину честно говоря это не совсем мой вид спорта ну неважно да это я так спросил расскажите мне как вы видите как это должно работать ну если так вот вы можете я дело в том что я как раз вы как специалист я не специалист на я понимаю что это должно быть что-то аналогично сродни тому как это делается с электроэнергией то есть наверное какие-то показания снимается с узлов этих оборудования для учетов как сегодня возобновляемая энергетика подается в энергосистему как там ведется учет этих объемов ну наверное я не знаю там как-то единственное что я вам скажу что по моим таким предварительным ожиданиям наверное этих точек учета будет не так-то много наверное этих производителей не будет так много как что может вызвать реальную там техническую трудность то есть людей ну не людей а в смысле объектов у которых достаточные объемы там но исходного ресурса плюс финансов плюс точек их не так много то есть будет ли это 10 заводов через пять лет как вы думаете я думаю что если сейчас появится если сейчас появится вот вот так появится регуляторная вся эта вот база как вы считаете какой но без космоса вот реально учитывая знания рынка бизнеса и сколько может этих биометановых заводов я но я думаю что во первых по отдельности не один из таких реальных биометановых заводов биометановых заводов это производство биометана это локальные запасы биомассы которой есть доступ причем биомассы достаточно недорогой дешевой поэтому на мой взгляд не может быть централизовано производство биометана это распределенное производство если говорить и чисто биометане если говорить о его использовании но можно по двоя кому использовать во первых его можно использовать как транспортное топливо именно для региональных там заправочных станций как вот сегодня мы такие рассматриваем проекты но к сожалению вот эти вот редакции которые подготовлены по грехству биометана этого не учитывать совершенно то что могут производители которые его локально лекализуют реализуют этот биометан без закачки трубу чтобы они могли подтвердить происхождение сегодня это абсолютно не учтено что касается поставок сеть для транспортировки но наверное речь может идти поставках на экспорт потому что сегодня допустим делать сложное подсоединение газовой магистрали чтобы куда-то другое место в украине передать при сегодняшней цене на природный газ который она сегодня ну ниже себестоимости значительно то есть вряд ли речь сегодня может речь идти поставках биометана на экспорт поставки биометана на экспорт да они требуют конечно подключения почему у вас был задан вопрос мы его не очень обговорили возможности подключения в распределители сети то что будет и дешевле и доступнее по месту расположения и за и по документальный взаимоучет этих объемов с оператором газотранспортной системы это так можно да это должно быть много таких производств их будет или один-два чисто экспериментальных кому просто не жалко денег или это будет выгодный бизнес и тогда как в любом выгодный бизнес и как это развивалась биогазоэнергетика германии и так далее там где-то выгодно инвесторам туда пошел приток инвестиций и там быстро оно разрастается все от этого зависит и будет много или мало но если мы говорим вообще каких-то поставках допустим на экспорт то конечно речь идет о каких-то серьезный более не менее серьезных объем хотя для инвестора частного ему неважно он произведет станции мощностью средней 1-2 мегаватта она может грубо говоря вот произвести там чистыми биометановые заводы у них еще есть специфика они очень много будут потреблять большую часть этого биометана для обеспечения собственного энергоснабжения то что обычно выпускается потому что если стандартные биогазовые станции там как правило производится электроэнергия они потребляют там 5-7-10 процентов от выработки электроэнергии тепло там образующиеся используется на собственные все процессы и все то когда случай с биометаном там не так там где-то надо брать там это скажем так достаточно энергозатратное компрессионное оборудование на разных этапах оно потребляет много электроэнергию я сейчас делаю расчет туда для одного проекта именно победа там я смотри что там чуть ли не половину объема этого беоhofрана надо израсходовать на то чтобы именно обеспечить это потому что если это биометанный комплекс если он будет потреблять электроэнергию сети то это уже не будет биометаном поймете также как суд случаи со Demareỏi энергетика если мы делаем электролиза воды водороды и пулемитель сети потребляет тоже не будет зеленой водородку. Понимаете? То же самое здесь. Значит, здесь надо обеспечить. Поэтому, ну, теоретически возможно. И я такие, так сказать, возможные варианты рассматриваю, но тут сегодня не очень понятно, а сколько будет стоимость такого присоединения, да? Если мы понимаем, допустим, сегодня сколько примерно стоит подсоединиться к энергосистеме, когда мы электрику туда возобновляем, подаем, то сколько сегодня стоит такое под ключ присоединения к магистральным или распределительным сетям, ну, наверное, люди, которые сегодня этим вопросом, они вряд ли точно скажут и понимают вообще. Понимаете? Я думаю, тут тоже на экономику хорошо это будет повлиять, почему я пока, мне не очень понятно, как именно производить биометан, даже для поставок на экспорт. Потому что себестоимость получается, и даже если у нас будут покупать в разы дороже, там, как вот Георгий Георгиевич Гелетуха говорит, там, были желающие по 500 долларов, там, за тысячу кубических метров биометана покупать, даже если будут все эти гарантии происхождения и так далее, то с учетом вышесказанного собственного энергопотребления этого комплекса, это ляжет на себестоимость, плюс все это врезки и так далее в трубу, я не очень понимаю, я больше верю, что можно биометан производить целесообразно в качестве транспортного поплета, как это в некоторых странах практикуется, я говорю о нас, а вот что касается, понимаете, водорода, водорода, то сегодня, насколько я знаю, как говорил вот Александр Репкин, который непосредственно вел переговоры с зарубежными партнерами, они от нас на первом этапе... Она досталась нам в наследство, мы ее не создали сами, как, ну, как государство, да, но вот у нас оно есть, и мы должны его развивать и найти ему, как говорится, long-term operation, продлить его сроки эксплуатации с максимальным эффектом для акционеров, то есть для государства Украины и для каждого, поэтому не надо паниковать, мне кажется, что многие позволяют себе вот такие какие-то очень энергичные, такие экспрессионные заявления, что надо быстрее или все, там, Северная Африка заберет там все наши, не знаю, деньги, да, какие-то, вот эти, вот эти вот цены за кубометры. На самом-то деле, я думаю, что не так. Я думаю, что надо находить резервы в нашей стране и, как бы, ну, то есть сначала находить ошибки, из них делать резервы, их устранять и степ-бай-степ становиться более развитыми. Завтра мы не станем, ну, как бы, системой там, экономикой 4.0, правильно? Послезавтра, в 23-м году мы не станем. Но мы можем стать лучше, чем мы были вчера, чем мы были позавчера, мы можем создать новые нормативные базы, мы сможем сделать несколько пилотных проектов, мы можем подключить, там, поставить себе цель подключить первый биометановый завод, там, через 3 года. Я думаю, что это доступная цель. А говорить о 5-м, о, там, каком-то объеме, который надо сделать, или, или все это бессмысленно, ну, мне кажется, это для нас, ну, такая, очень такая, как бы, тресковая демагогия. Я ее, честно говоря, не поддерживаю. Такий интерес по биометану, по зеленому водороду. Вам приходилось с этим сталкиваться? Ну, конечно, приходилось. Мы как раз и находимся на стыке вот отечественных наших и международных вовлеченных всех заинтересованных сторон, поэтому, честно говоря, телефон, вебекс, зум просто непрекращаемо звонит, а вот с учетом разницы во времени, то уже стерлись, как бы, вообще здравые рамки рабочих дней, чему, наверное, не очень рада моя семья. А что касается Украины, ну, вы знаете, мне кажется, мы проходим, вы слышали, наверное, есть такая кривая Роджерса, как бы, это диффузия инноваций, как происходит. Ну, вот, кому интересно, посмотрите, мы находимся на очень ранней стадии этой кривой. И пока не собралась критическая масса, ну, скажем, приверженцев этой технологии, все это и так и должно быть. Мы должны чаще общаться, встречаться, образовывать друг друга, чтобы информация проникала, ну, как бы, все шире и шире. Поэтому, да, мы общаемся, мы видели эту перечень проектов. Еще до того, как он был сформирован, практически каждый стейкхолдер пришел к нам и спросил, а что, если я здесь что-то прострою. Но тогда, когда они к нам приходили, они приходили больше с гипотезой, чем с каким-либо проектным, ну, я не знаю, проектным, ну, там какие бывают документы, там, инвестиционный меморандум, тизер, какая-то презентация, что-либо, ну, где есть цифры и локации, кадастровые номера. То есть вещи, в которых уже реальность начинается и заканчивается, ну, как бы, такой вот гипотезой. Потом эти проекты стали уже описаны, вот, в том виде, в котором вы видите, да, мы уже их начинаем изучать на предмет наших ниток и способностей, вообще, куда отсюда можно приехать. То есть это же дороги, да, мы же говорим о путях сообщения, в конце концов. И мы уже сейчас изучаем пути сообщения по этим площадкам, по этим проектам, и мы можем, например, этим девелоперам сказать, ну, при всем уважении, вы можете отсюда приехать только вот сюда или сюда, и все. А вот отсюда вы можете приехать, я не знаю, там, в Ружскую, какой-то на Ружский завод. Поэтому мы с ними работаем, но нам обещали, что эти проекты сейчас прям будут множиться. То есть из этих там 4-5 станет 20-25. То есть нам прибавится работы по анализу. А что касается европейцев, да, я слышал биометания. И мы общались. Это интересно. И там есть очень интересные прецеденты, которые заставляют смирительную ситуацию шире. Например, операторы газотранспортных систем в Германии закупают биометан на собственные нужды для того, чтобы снижать свой углеродный след. И вот это интересный прием. Это вещи, которые немножко меняют бизнес-модели вообще в целом, в том числе и украинских производителей биометана. Потому что придет время, когда не только так называемые ВТВ будут критериями как бы оценки, но и эмиссии СО2 очень детально будут анализироваться, когда мы будем рассматриваться как как бы партнер инфраструктурная какая-то сопредельная часть. Поэтому биометан – это важная история. Но я думаю, что интерес… Я уже встречал у трейдеров, да, у меня были разговоры немцы, чехи, потому что они заинтересованы. Но, честно говоря, я пока не до конца понимаю, как провести такую сделку. Как такую сделку провести не для меня, а как нам будет в целом построено и как в этой цепочке мы займем свое место, я пока не до конца понимаю. Я понимаю, что для этого мы должны создать вот эту конструкцию из законодательной базы, в первую очередь. Без этого. Да, именно этим мы занимаемся. То есть степ бай степ. Я не делю там какие-то шкуры, как люди там. Ну, то есть я не занимаюсь вот этим. Задача – сделать следующий шаг и не оступиться. Вот сейчас решаем вот этот шаг. И стараемся как бы собрать максимально технический потенциал и юридический, чтобы это было безошибочно. Что касается водорода, да, мы слышали интересы тоже.